15 июля в Алматы прошли так называемые общественные слушания по рассмотрению петиции против утильсбора и сбора за первичную регистрацию, которую подписали 50 тысяч наших сограждан. Чиновники ожидаемо держали строй и бодро выкладывали свои доводы в защиту утильсбора. Впрочем, по порядку, удивил сам формат этих слушаний, которые прошли на территории завода Hyundai Trans Kazakhstan, куда даже журналисты заходили по спискам, под запись пофамильно, как туда по замыслу организаторов должны были пройти люди, желающие поддержать авторов петиции, совершенно непонятно. Ну или напротив, предельно ясно. Модератор, депутат от партии Республика, Ожас Куспеков, да, оказывается, есть у нас такая партия, по слухам, спонсируемая господином Лаврентьевым, особо не скрывал своего предпочтения чиновникам, которые бойко защищали свой утильсбор с хорошо подготовленной презентацией. Среди спикеров и их тезисов я особо выделю следующее. Адильберг Бехтибаев, директор Департамента интеграции и международного сотрудничества Министерства промышленности страны, заявил, что опирается на государственный приоритет, которым оказалась благоприятная окружающая среда для жизни и здоровья граждан. А утилизационный сбор представляет собой инструмент защиты окружающей среды с учетом баланса интересов граждан государства и бизнеса. Вот так вот, ни больше, ни меньше. Правда, на мои вопросы, если утилизационный сбор призван защитить экологию, то почему бы не отменить его для совершенно новых автомобилей? Ведь наверняка любой новый китайский, японский, корейский, американский, немецкий автомобиль, с точки зрения экологии, ничуть не хуже производимого на заводах Лаврентьева и Ресмогулова. А если цель все-таки защита нашей автомобильной промышленности, то для чего строить мощное автомобильное производство, когда мы располагаем всего 10 миллионами трудоспособного населения, и то не все из них владеют и хотят владеть личным транспортом? К сожалению, внятных ответов я не получил. Я понимаю, о чем вы говорите, но я еще раз говорю, у нас есть своя промышленность, и мы ее будем развивать. Пусть это будет не сегодня, пусть это будет не через 5 лет, но мы добьемся того, что у нас будет высокая доля локализации. Если законно платить совокупный таможенный платеж 48%, возить новые машины физлицу будет невыгодно в страну. Поэтому говорить о том, что отмена к чему-то приведет, она ни к чему не приведет. Что касаемо машин, которые возятся новые по тому тарифу, который есть в таможенном кодексе, 15% плюс НДС, то могу сразу сказать, возить имеют право только официальные представители иностранных изготовителей. Они должны нести ответственность, совместно, солидарно с этим заводом, за свою продукцию, нести гарантированные обязательства. И в случае выявления каких-либо нарушений, принимается в отношении него меры. Всегда можно найти того, кто виноват в том, что небезопасное транспортное средство попало на нашу территорию. Поэтому я еще раз говорю, мы, наше министерство, по крайней мере, не будет поднимать больше вопрос о каком-либо снижении утиль сбора или первичной регистрации. Мы это не поддерживаем. Зато, с его слов, наши чиновники инициировали изменения в регламент ЕАЭС ТРТС 018-2011, запретить ввоз автомобилей старше 7 лет на территорию стран ЕАЭС. А также позаботились о наших аккредитованных испытательных лабораториях, ужесточив контроль за их работой, запретив признавать оценку соответствия безопасности машин, ввозимых из третьих стран, произведенных в других странах ЕАЭС. Кстати, интересная ассоциация, по ощущениям, именно мы страна третьего мира. И даже предусмотрев применение оперативных мер, вроде запреты или аннулирования регистрации, и даже изъятия машин, думаю, эти нормы как-то связаны с системой техосмотров, во всяком случае, вполне могли бы подъяснить особую активность защиты утиль сбора господина Будянского, целого президента Ассоциации операторов техосмотров. Вице-министр экологии Жомар Талиев уточнил, что оказывается, средства утиль сбора идут на решение экологических проблем, а в Казахстане ежегодно появляется 5,5 тысяч новых стихийных свалок, которые оказывают негативное влияние на здоровье проживающих рядом с ними людей. Для решения этой проблемы чиновники планируют потратить 232 миллиарда 200 миллионов тенге, которые, видимо, надеются выручить с помощью утиль сбора. А в случае отмены утиль сбора, именно так я понял презентацию вице-министра, нас ждет незавидная судьба Египта, Индии и Филиппин. Вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов подчеркнул, что утиль сбор не оказывает влияния на рост цен на сельхозпродукцию, а применяемые субсидии позволяют казахстанским фермерам приобретать, обновлять технику даже дешевле, чем в соседних странах. Что же тогда оказывает влияние на повышение цен на сельхозпродукцию, как долго мы будем оплачивать эти самые субсидии из народного кармана, а ведь других денег в бюджете попросту нет. Какие результаты субсидий запланированы и когда они будут достигнуты, господин Султанов пояснить не потрудился. Отмечу, что доводы авторов петиции в полном объеме участникам слушания организаторы не предоставили, вместо этого критикуя отдельные данные. Но откуда эти данные были получены, лично я сказать не могу. От лица 50 тысяч наших граждан, подписавших петицию против утри сбора, практически в гордом одиночестве выступал господин Дворецкий, которого едва не разорвали на части чиновники и некие общественники, каждый из которых постарался задать как минимум один каверзный, заранее подготовленный вопрос. Владимир Яковлевич последовательно отбивался от нападок численно превосходящего противника, но его никто не поддержал и полноценной дискуссии не получилось. Интересно, а как бы сложились слушания, если бы они прошли с участием всех живающих на какой-нибудь открытой территории, скажем, на новой площади Валматы? Но увы, что есть, то есть, и чиновники по итогам слушания не постеснялись заявить предварительное решение. Предлагаемое решение по петиции, учитывая, что доводы, указанные в петиции, не соответствуют действительности, что подтверждается позициями уполномоченных органов, членами рабочей группы, а также в ходе публичного обсуждения проекта решения не были предоставлены иные обоснования и факты, предлагается удовлетворение петиции отказать. Что ж, вполне ожидаемое для нашей действительности решение, но я все же озвучу свои собственные выводы. Первое. Чиновники выступают единым, хорошо скоординированным фронтом против гражданской инициативы. Второе. Участвовать на рабочих группах и общественных слушаниях могут чиновники, представители общественных объединений и, собственно, автор петиции и его представители по доверенности. Остальным желающим, в общем-то, в ход затруднителен. Третье. Заинтересованные в сотрудничестве с властью граждане активно действуют от лица общественных объединений. Четвертое. Чиновники не утруждают себя глубоким анализом проблемы и пути ее решения, предпочитая тупо продавливать вот только свое, единственное, на их взгляд, верное решение. Гражданским активистам, инициирующим петиции, стоит взять эти выводы на вооружение для успешного отстаивания своих позиций в будущем. А еще отмечу, что по данным Бюро национальной статистики, по состоянию на 1 июня 2024 года в стране зарегистрировано 5 миллионов 473 тысячи 700 единиц автотранспортных средств, из которых 88% легковые автомобили, а 12% грузовики и автобусы. За май 2024 года поставлены на учет 137 тысяч 900 автотранспортных средств, при этом наблюдается снижение, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 15,2% для легковых автомобилей, для автобусов и грузовых автомобилей на 3,3% и 4,5% соответственно. Статистика вещь упрямая, и лично я уверен, что потенциал роста рынка автотранспортных средств в Казахстане до 2030 года составляет максимум 1,5 миллиона единиц, а снижение количества постановок на учет свидетельствует о снижении платежеспособного спроса. Ближайшие наши соседи, Узбекистан, Россия, уж не говоря про Китай, располагают собственным, гораздо более развитым автомобильным производством, и их производители, даже без оградительных мер, вполне способны конкурировать с нашими. В крайнем случае, эти страны вполне могут закрыть свои рынки от наших мустангов, а пробиваться на еще более дальние зарубежные рынки будет гораздо сложнее из-за дорожающей логистики. Зачем при таких вводных данных строить мощное автомобильное производство? Ведь если покупать машины будет некому, то бизнес тупо встанет. Приведенные чиновниками цифры о созданных рабочих местах меня тоже совершенно не впечатлили. Дело в том, что в общем мировой тренд, тенденция любого производства, в том числе автомобильного, с целью удешевления, снижения себестоимости, максимальная автоматизация и роботизация производства. И вряд ли наши сварщики смогут на равных конкурировать с промышленными роботами Кореи, Китая или Японии. А патриотические лозунги господина Бегтябаева о том, что у нас есть промышленность, и мы будем ее развивать и защищать, вполне могут конкурировать с лозунгами в защиту печально известного Экспо. Завтра наши дети будут работать на этих заводах. Они будут благами пользоваться. А спасибо ему за поддержку этой самой промышленности, вполне могу сказать, его дети, но вряд ли наши с вами. Друзья, наш канал развивается исключительно на воле к победе команды. Мы не получаем ни тринги государственного или грантового финансирования, и имеем периодические проблемы из-за нападок тех, кого мы критикуем. А потому ваша поддержка чрезвычайно важна для нас. Пожалуйста, поддержите нас любой доступной для вас суммой по следующим реквизитам. Благодарю вас и до встречи.